В продолжении темы авиасалона, основной программой на мероприятии станет экспозиция отечественной авиационной техники, сделанной в России, и выставка «Аэротур. Золотое кольцо». А 29 мая пройдет специальная акция для детей «Дорога в небо». В эти дни в Ярославле ожидают сотни гостей из других регионов страны. Для них подготовлена уникальная программа. Как раз на этом сейчас остановлюсь поподробнее. Ожидается, что на мероприятии в Тунышне будет порядка 100 воздушных судов. Это вертолеты и легкие самолеты, в том числе и частные. Вся программа авиасалона разбита на два дня. 28 мая с 10 утра в Тунышне все желающие смогут пообщаться с пилотами, внимательно осмотреть технику, сфотографироваться, если даже разрешат, в кабинах этих машин. Уже с 11 часов начнется летная программа на аэродроме с участием ведущих пилотажных групп страны. Но все же основные и самые яркие фигуры высшего пилотажа зрители увидят в рамках празднования Дня города на стрелке с 16 до 18 часов. В воскресенье авиасалон продолжится. Также с 10 часов утра в Тунышне авиарегион будет встречать детей. Зрителям представят экспозиции ведущих образовательных учреждений, предприятий и организаций, работающих в сфере авиации и космонавтики. Школьники на месте смогут выбрать интересующую специальность и профессию. После обеда участники будут потихоньку разъезжаться, и где-то в 15.00 начнется церемония закрытия фестиваля. Ну и замечу, самым приятным сюрпризом на празднике станет прилет космического Ил-76 МДК. Этот самолет оборудовал для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости. Аппарат базируется при Центре подготовки космонавтов на подмосковном аэродроме Чкаловский. Самолет-раборатория будет открыта, и не упустите шанс воплотить свою мечту и пройти настоящую космическую подготовку. Ну а на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39 прибудут легендры – пилотажная группа «Русь». В небе над Ярославлем будет и бочка, и зеркало, и крест. Это все названия сложных элементов. Минимальное расстояние между самолетами во время их исполнения всего один метр. При этом скорость самолетов во время показа фигур разнится от полной остановки в воздухе до 750 км в час. Не хочется раскрывать следующий секрет, но все же этим стоит поделиться. На авиашоу в Ярославль приедет королева высшего пилотажа, семикратная чемпионка мира, обладательница 67 золотых, 26 серебряных и 13 бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы Светлана Капанина на самолете Су-26. Существует легенда, мол, этот самолет спроектирован под обычный мужской рост. И чтобы дотянуться до ручки управления, Светлане Капаниной приходится подкладывать на кресло подушки. За это коллеги прозвали ее «Принцессой на горошине». Дмитрий, вот такие события ждут посетители уже в эти выходные. Осталось самой молодость дождаться этих самых выходных.